Всем привет! Вам многочисленным просьбам выход в эфир из перегона Где перегоны, где перегоны Перегоны постоянно идут но снимать одно и то же постоянно как-то неинтересно поэтому что-то там есть в материалах, но даже не монтировал, если честно не знаю, нет идеи интересного видео предлагайте, что-нибудь поснимаю сегодня обучающий ролик будет очень много вопросов по подготовке автомобиля поэтому вступление у нас Toyota Vellfire это я еду, что-то в последнее время расслабился без сцепки на чиле, на расслабоне в свое удовольствие как-то так получается уже второй раз и поменялись местами с Александром он у нас теряет девственность сцепочную раньше никогда не делал этого решил первый раз испытать судьбу ладно к этому позже вернемся что у нас сегодня на повестке дня помните я рассказывал как все это делать с пенотермом и сам уже вот второй раз старинный способ стал использовать почему? потому что демонтаж делать гораздо легче сложнее все это как-то без опыта натянуть но потом зато не нужно возиться с очистителем и удалять клей от пенотерма ну капот понятно тут просто оборачиваем и кругами проходим скотчем зимой скотч обязательно вот такой армированный летом по желанию можно и обычным замотать но если плохо замотаете обычным то его растрепит то есть обычным нужно мотать аккуратно и обязательно в направлении движения горизонтально если замотать обычный скотч его растрепит через тысячу километров с нижней частью сложнее значит здесь мы затыкаем под фары используем какую-нибудь кредитную карту а по краям используем вот такие скрепки канцелярские обычные совершенно вот как делаю я потому что если его излишне натянуть излишне натянуть то он будет рваться вот здесь все симметрично сделано значит берем с одной стороны сразу этот кусок прицепляем и аккуратно аккуратно потихоньку начинаем его натягивать чуть-чуть больше усилия и кусок просто вырвется натягиваем прям вот так ногой прислоняю дальше тяну 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 на седании этого можно не делать но на седании маленькая морда а с автобусом куска 2 метра на 1 метр это стандартный кусок поролона он прям впритык натягивается и доходим до этого края и здесь уже зацепляем тоже ногой придерживаем его потом заправляем подфары уже отрезаем излишки ну вот здесь я просто чтобы его не трепало так чуть-чуть уплотнил и снизу там тоже такие скрепки чтобы это вверх не вылезло но это не обязательно если вниз взять большой запас то он туда захлестнется и будет сам себя держать вот как-то так все это выглядит здесь вот что-то я чуть-чуть ну это как бы мелочи но немножко с размером не рассчитал теперь идем к машине Александра и смотрим его ошибки первая ошибка все это очень неаккуратно сделано а вторая ошибка как раз то что он не дотянул это все я ему сказал что скотч не будет держать этот поролон но он все равно попытался его как бы зафиксировать а нужно было растягивать тоже по краям он видимо как-то побоялся тянуть поролон и все это вот так получилось мне кажется что когда он поедет сильным боковым ветром вот это все наверное оторвется но потом может спрошу что с этим случилось ну капот будет держаться вот с этим проснулся я выехал вечером вчера он тоже в пол четвертого ночи я доехал до начала еврейской автономной области Александр ехал сзади и не знаю как он меня догнал я уже здесь спал но я так подозреваю что если я в пол четвертого утра приехал то он приехал в 7 утра наверное ну что сила воли показал показал здесь у нас стандартная сцепка Владивостокская по-сурийски она немножко по-другому выглядит петля ну вот таких сцепок я уже кучу показывал ну и таких фитов тоже по ситуации с покупками в Японии покупаем много машин привозим и на заказ и под наличие ну под наличие сейчас в основном на Абхазию потому что туристический сезон и возим автобусы в основном потому что ну как всем нужны сейчас всем нужны но на Россию тоже достаточно машин покупается так что обращайтесь все расскажу покажу ну и до новых встреч субтитры